Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери. И сегодня у нас Мука Панк с моими любимыми грузинскими хингалями. Уже, наверное, больше недели у нас не было грузинских хингалей, поэтому я решила повторить, потому что обожаю это блюдо. Дома, если честно, не очень много продуктов. Доставки, насколько я знаю, не особо работают. Поэтому, ребята, выживаем как можем. Кушаем то, что есть. Вы меня уже извините. Я макаю в соус. Ссылку на грузинские хингалей я вам оставлю в инфобоксе. И на соус тоже. Соус, который внутри, очень вкусный. Уже четвертый день сидим дома. Не выходим никуда. Я считаю, что это правильно. Если все, прям все будут сидеть дома, за две недели мы решим эту проблему. Смотрю какие-то интересные видео, интервью. Стараюсь особо, знаете, новости не смотреть, не входить в панику. Да ладно, давай. Пофиг. А еще, кстати, Вчера что произошло? Сейчас вам расскажу. Бабушка уже на протяжении, ну где-то, наверное, года постоянно увидит какие-то сны. И она очень сильно в этого все верит. И всегда после того, как она увидела какой-то сон, она подходит ко мне и говорит в интернате, говорит, посмотри, как мой сон трактуется. Я когда вижу, что сон какой-то плохой, я ей об этом никогда не говорила. Всегда говорю, что прекрасный сон, все будет хорошо, не знаю, будет куча денег, здоровья. Почему я это делаю? Чтобы ее не расстраивать. И получается, где-то год, я ей постоянно говорю, что у нее замечательный сон, все круто, там, делаю, что я читаю из телефона, а сама придумываю на ходу. И тут вчера, позавчера, она зовет меня к себе и говорит, Айнур, мне кажется, ты меня все это время обманывала. Я такая не понимаю, о чем идет речь. Она говорит, про сны. Вот смотри, говорит, мясо в моем соннике плохой сон. А ты мне говорила, что это хороший сон. Я говорю, бабушка, твой сонник, он эй, да исторический, я говорю, это все прошло, срок годности истек этого сонника. Я тебе даю, говорю, самые свежие трактовки. Я говорю, ты же смотрела битву экстрасенсов? Так вот, там был этот зеродин Рызаев. Я говорю, так вот, он как раз таки и пишет это все в интернете, чтобы мы правильно трактовали свои сни. И она такая, правда, я говорю, конечно, бабушка, ну что, я тебя обманывать, что ли, буду? А я зачем это делаю? Чтобы она не расстраивалась. Она у меня как бы в высокой давлении. Когда она переживает, давление еще сильнее поднимается. Ну, в общем. И на следующий день она мне говорит еще один сон. То есть вчера. И уже я вынуждена говорить плохое значение, которое действительно несет этот сон. Честно, вот я сама вообще не верю в сны. Хотя пару раз даже было такое, что почти вещи сны были. Но я склонна верить, что это просто совпадение. Но бабушка к этому так относится. Это вообще, как только она понимает, что сон плохой, она говорит, дай денюжку, я кину через балкон. Что типа вместе с этой денюжкой пусть эта беда упадет на землю. Я говорю, бабушка, кризис. Денег нету. Сны хорошие. Все офигенно. Причем я вам так скажу. В интернете несколько сонников. И каждый трактует так, как считает нужным. То есть в одном соннике может быть это значение хорошее, а в другом соннике ужасный сон. Как же вкусно. Обожаю. Ссылка на соус, ссылка на рецепт кульсинских линкалей. Все будет в инфобоксе. Переходите, обязательно смотрите. Так вот. Чтобы это было как-то правдоподобно, мне пришлось бабушке сказать, что сон, который она видела вчера, не очень хороший. То есть откуда-то будут плохие новости. Так вот, бедная сегодняшнюю ночь вообще, можно сказать, не сомкнула глаз и думает, вот плохие новости, что-то произойдет. И вот что делать в таких случаях? Обманываешь, она в конце, через год понимает, что все-таки ты ее обманываешь. Говоришь, настоящее значение этого сна. Она расстраивается. Как действовать, непонятно. Мне, кстати, всегда интересно было, когда я стану бабушкой, я тоже буду такой. Мне интересно просто, какой бабушкой я буду. Я думаю, что я буду целыми днями лежать на гамаке. В руках планшет. И я веду прямой эфир. У меня бабушка очень активная. Она вот хочет всегда чем-то заниматься. Ей постоянно скучно. То есть она любит езжать в деревню. Мне кажется, я буду другой бабушкой. Моя бабушка, например, даже по дому. Она хочет помочь. Она хочет что-то делать. Она говорит, в наше время мы минуты, не знаю, на одном месте не сидели. Она не может смириться с тем, что она уже пожилая. Как бы ей тяжело, это все удается. Но ей хочется что-то делать. Так вот, я уверена, что когда я буду пожилая, мне ничего не хочется. Мне не будет ничего хотеться. Я видела у кого-то из блогеров, то есть у них грузинские хингали, а не с сыром. Я прям очень хочу попробовать, потому что никогда в жизни не пробовала. Мне с мясом вообще очень нравится. Такой вкус, знаете, какой-то изысканный. Ой, прости, микрофончик. Сегодня онлайн заплатила налоги. Точнее, не заплатила налоги, а предоставила отчетность. Потом нужно пойти заплатить. Мне кажется, в данный момент государство как никогда нуждается в наших налогах. Поэтому как-то так. Я даже маме постоянно говорю, старайся выходить, говорю, в магазин только по надобности. Вот закончилось что-то, поедим что-то другое. Мукбанг, не знаю, для Айкука видео. Снимем из того, что есть. Вот что в холодильнике было, в последнее время из этого я вам и снимаю. Этот момент жизни нужно как-то переждать, пережить. И тогда все будет круто. Я надеюсь, что к лету все исправится. Я так хочу на море. Я реально так хочу. Не прям на море, я хочу в аквапарк. Я очень люблю аквапарки. Мне как-то сейчас немножко противно море в том плане, что в последний раз, когда я была на море года два назад, там плавали медузы. И это было не очень красивое зрелище. И после этого я поняла, что если я поеду, я поеду только в аквапарк. Причем в хороший, дорогой, где будет очень мало людей. Я просто из тех людей, которые любят отдыхать редко. Там, ну прям вот по кайфу, там хорошенько отдохнуть. Там пикник, все с собой тащи. Не знаю там, даже на пляж. Самовар, дрова, то, все. Зато каждую субботу и воскресенье ты на пляже, ты отдыхаешь, ты на релаксе. Лучше в месяц один раз схожу. Ну, куда-нибудь хорошее место, где вот все это предоставляется, где официант. Он и чай принесет и уберет все. Будем надеяться, что до лета эти все вопросы будут решены. Не знаю, мне кажется, в конце апреля это все закончится. И последний. Масечка, последний. Последний. Я буду скучать по вам. Видите, у меня такой бульон. Прям течет. Он очень вкусный. Просто столько планов было на эту весну. Столько желаний. Я думала, мы парим приедет, мы будем в этом ресторане, в другом ресторане. Там пожрем, здесь пожрем. Нифига. Сижу дома. Соус прям идеальный. Прям лучше невозможно придумать. Я доела. Было очень-очень-очень вкусно. Обязательно приготовьте. Идеальная еда. Я очень скучаю по Макдональдсу, по KFC, по фастфуду, но, к сожалению, стараюсь ограничивать себя во всем этом. На этом все. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эка Емили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.